К другим темам. В начале февраля страховые пенсии на урингойцев повысились более чем на 11%. В результате средний размер выплаты составил около 13 тысяч рублей. Во время непростой экономической ситуации в стране материальная поддержка как нельзя кстати. Увеличиваются пенсии по старости, инвалидности, потери кормильца. Обо всем подробнее в материале Амина Дышековой. Можно под углом уйти на любое расстояние. Алексей Герасимов может часами рассказывать про свою сложную, но интересную работу. В далеком 78-м году мужчина приехал на север, в поселок Ягельное, чтобы поправить материальное положение. Он стоял у истоков зарождения ныне одной из крупнейших газовых компаний мира – «Газпром». Сейчас Алексей Герасимов на заслуженном отдыхе. Пенсии 20 тысяч хватает, чтобы жить. Правда, безо всяких излишеств. Но уже с февраля этого года пенсия россиян выросла более чем на 11%. В связи с тем, что с 2015 года пенсионное обеспечение граждан оценивается в пенсионных баллах, то индексация, которая у нас озвучивает в средствах массовой информации, это касается в первую очередь индексации именно стоимости баллов. Если на 1 января 2015 года один балл стоил 64 рубля 10 копеек, то на сегодняшний момент он уже стоит 71 рубль 41 копейка. Вместе со страховой пенсией повысилась фиксированная выплата к ней. Теперь она составляет 6575 рублей. Весомую поддержку ощутят и молодые мамы. Размер материнского капитала составит 453 тысячи рублей, что на 23 тысячи больше, чем в прошлом году. Однако жить по-прежнему дорого. Государство старается оказывать социальную помощь нуждающимся. Но этого, говорят они, явно недостаточно. Что вам даст 700 рублей? Карманные расходы куда-то сходить, чего-то, что-то. Живя скромно, ну можно купить что? Булку хлеба, сколько-то масла, кусок колбасы. Все на этом точка. Но при этом повысили коммунальные, значит, медицину плате, хотя она была бесплатна раньше. Вот сегодня пошел в поликлинику с зубом. У нас все платное стало. С другой стороны, любой человек, который следит за экономической ситуацией в стране и в мире, понимает, какие непростые сегодня времена. Но даже при этих трудностях не оставлены без внимания те, кто нуждается в этом больше всего. Аминат Дышекова, Николай Александров, служба новостей «Импульс».